При ковке используют металлолом, оставшийся от снесенных домов или после переработки автомобилей. Иногда в ход идут и остатки новых металлических деталей. Рабочий управляет огромным магнитом, который поднимает по 5 тонн лома в один прием. Он будет работать до тех пор, пока не наполнится емкость в 25 тонн. Затем две емкости загружает в печь, разогретую до 1650 градусов по Цельсию. Это дуговая электропечь, где тепловой эффект достигается с помощью тока, проходящего по дуге между тремя электродами. Существует около 20 основных из 100 второстепенных сортов стали. Чтобы их получить, в печь добавляют металлы, например, алюминий и прочие химические элементы. Это никель, хром, ванадий, марганец, углерод и молибден. Иногда используют фтор, который помогает расплавить металлические детали. Многие из них имеют форму блоков или болванок. Во время плавки, которая длится 3,5 часа, рабочие проверяют и регулируют химический состав. Они стараются поддерживать максимально низкий уровень кислорода, азота и серы – основных компонентов для производства прочной высококачественной стали. Расплавленный металл выливают в 45-тонный ковш, который внутри выложен жиростойким кирпичом. Затем добавляют алюминий и известь. Так удается противостоять ржавчине, которая образуется от воздействия воздуха. Теперь отливают болванку – стальной блок, форму которому придадут путем ковки. На этом заводе производят с литким весом до 42 тонн. Расплавленный металл вытекает из ковша в стоящую внизу форму. Благодаря так называемой сифонной разливке болванка получается более гладкой. Если лить жидкость сверху вниз, брызг меньше, чем при литье сбоку. Через несколько часов болванка затвердевает и форму переворачивают, чтобы извлечь. Затем заготовку в течение 12 часов нагревают до 1200 градусов по Цельсию. Она становится податливой, а значит, ей теперь легко придать необходимую форму. Для изготовления больших паковок используют ковочный пресс. Он давит на болванку с силой в несколько тысяч тонн, проводя брусок вдоль штампа. Тем временем сталь под воздействием воздуха окисляется. И струи воды под сильным давлением удаляют слои ржавчины. Иногда болванку по несколько раз пропускают вдоль одного или нескольких штампов, придавая ей все более правильную форму. Металл состоит из крошечных кристаллов. При прессовке они гнутся и изменяют его структуру. При повторном нагревании вместо деформированных кристаллов образуются новые, то есть структура материала восстанавливается. Так как новые кристаллы меньше, металл становится прочнее. Именно поэтому готовым паковкам требуется повторный обжиг. В печи их нагревают один или два дня в зависимости от вида стали, а затем на пару часов погружают в резервуар с водой и химикатами. Так сталь закаляется, становясь прочнее. Наконец, рабочие помещают паковки на токарные и фрезерные станки. Они удаляют слои ржавчины, которые образуются при термальной обработке. Теперь с помощью высокоточного оборудования из паковок делают то, что заказывал клиент. Обычно это используемые в промышленности детали. Роторы, шпиндели. Многие заводы покупают паковки в виде блоков или брусков и обрабатывают их самостоятельно.